В Славянском районе состоялись выборы депутатов советов и глав Прибрежного, Кировского и Черноярковского сельских поселений. Подготовка к проведению голосования в Краснодарском крае и в нашем районе была проведена серьезная. И можно с уверенностью сказать, что все задействованные в избирательной кампании с честью справились со своей работой. На избирательных участках были созданы все условия, чтобы выборы прошли в спокойном режиме и в строгом соответствии с требованиями закона. В Славянце в единый день голосования голосовали за власть, которая ближе всего к народу. Выбирались депутаты советов поселений, а также главы трех сельских поселений. В 8 часов утра в Славянском районе открылись 66 избирательных участков. 24 из них работали в Славянске-на-Кубани и 42 в сельских поселениях. Сразу же после открытия начали свою работу выездные группы членов участковых избирательных комиссий с переносными урнами для голосования. Вне избирательного участка голосовали жители, которые по уважительным причинам не в состоянии прибыть в помещение для голосования. Мы побывали на избирательном участке номер 4214, расположенном в городском доме культуры. Начало выборов здесь прошло, как всегда, безукоризненно. У нас по списку 2288 человек. Избирательный участок 4214 готов для голосования на выборах советов депутатов городского Славянского поселения. У нас все замечательно, члены избирательной комиссии, опытные. В числе первых участников голосования преобладали люди старшего поколения, но были и совсем молодые. Тем, кто впервые участвовал в выборах, были подарены специальные значки. На избирательном участке номер 4248 выбирали не только депутатов совета, но и главу прибрежного сельского поселения. Выборы у нас идут полным ходом. Мы подготовились очень основательно. Все идет в штатном режиме. Надеемся, так же все пройдет успешно. Прибрежное сельское поселение – одно из самых благополучных и благоустроенных на Кубани. Его жители по праву гордятся своей малой родиной и активно голосуют за тех кандидатов, которых они знают с самой положительной стороны. Поселок изумительный, красивый, зеленый, удобный для жизни. Все есть поблизости. Я думаю, что руководители нашего поселка к этому относятся очень серьезно и добросовестно. Поэтому такие результаты. И мне приятно жить в этом поселке. Здесь живет моя семья. Мой сын родился, внук маленький. И я думаю, что жизнь в этом поселке будет очень хорошая у нас. Василий Иванович Коряка, несмотря на солидный возраст, в числе первых пришел на избирательный участок вместе со своей женой, чтобы сделать правильный выбор. Уже мне 80 лет, но мы стараемся поддерживать свое здоровье, для того, чтобы и детям, и внукам была наша поддержка. А что касается прибрежного сельского поселения, да, действительно, сад-гигант является как ведущая организация в поселке и помогает всегда. Порядок есть и будет. От всей души желаю, за кого проголосовали, чтобы они хорошо работали и успешно продвигали свои замыслы, чтобы было и нам всем хорошо. Выборы проходили в деловой и одновременно непринужденной обстановке. Славянцы, как в городе, так и в районе, нередко приходили голосовать целыми семьями. Творческие коллективы выступали на избирательных участках со своими программами. Большой интерес у избирателей вызвали и мини-ярмарки, где широко были представлены выпечка, фрукты и овощные консервы, а также другая продукция местных товаропроизводителей. Славянцы голосовали до 8 часов вечера. Именно в это время закрылись двери избирательных участков. Единый день голосования на нашем избирательном участке прошел хорошо. Было организовано голосование вне помещения. Организовано в помещении. Многие пришли на избирательный участок. Каждый сделал свой выбор. Проголосовал. Члены участковой избирательной комиссии номер 42-14 опытные. Так что все здесь идет очень четко. После работы со списками производится погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. Затем срезаются пломбы на переносных избирательных урнах и они вскрываются. Количество бюллетеней в каждой урне подсчитывается. Оно должно совпадать с числом проголосовавших. После этого приходит время стационарных урн. После того, как все бюллетени оказываются на столе, начинается работа по подсчету голосов. Итак, выборы прошли в спокойной, доброжелательной обстановке. Жители Славянского района продемонстрировали высокую гражданскую активность. Выборы завершились. Они прошли согласно федерального краевого закона о проведении выборов. Все избирательные участки были открыты вовремя. В течение дня комиссии работали добросовестно. После 20 часов подведены итоги. Ну и по итогам мы можем сказать, что у нас избраны три главы поселений. Черноярковская, Кировская, Прибрежная. И также избраны депутаты. Как городского Славянска, так и 14 сельских поселений. Замечаний в течение всего дня жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало. Явка избирателей Славянского района в единый день голосования составила без малого 73%. Эта цифра очень много говорит об активности славянцев и важности для них прошедших выборов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.